Евразийская группа Шахтеров, металлургов, инженеров и простых рабочих Развивать экономику страны, ежедневно улучшать мир, повышать благосостояние Одному человеку с этим справиться сложно В этом непростом деле имеет значение труд каждого От простого рабочего до руководителя Почти 19 тысяч сотрудников работают на предприятиях компании «Казхром» Они обеспечивают ей лидирующую роль на мировом рынке ферросплавов И нужны эти полезные ископаемые и производимые сплавы Прежде всего для производства стали В том числе жаропрочных, антикоррозийных, быстрорежущих, лигирующих и других Можно абсолютно уверенно утверждать Что без ферросплавов невозможно производство качественной стали А без качественной стали в настоящее время Не может существовать ни одна отрасль промышленности и строительства в мире А это значит, что буквально в каждой тонне металла Используемого в мировой промышленности Есть частичка труда горняков и металлургов «Казхрома» Транснациональная компания «Казхром» — это уникальное предприятие Включающее в себя весь цикл производства ферросплавов Начиная с разведки недр, добычи полезных ископаемых и их обогащения И заканчивая металлургическими переделами С выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью Успешную работу крупнейшего предприятия-экспортера Обеспечивает слаженная работа четырех ключевых подразделений Донского горно-обогатительного комбината в городе Хромтау Рудоуправление «Казмарганец» в Караганде Аксусского завода ферросплавов в городе Аксу Павлодарского региона И Актюбинского завода ферросплавов в Актобе В год компания производит более 3,7 миллиона тонн товарной хромовой руды 520 тысяч тонн марганцевой руды И 1,4 миллиона тонн различных ферросплавов Казхром — это предприятие, которое имеет все для того, чтобы очень долго и успешно работать Богатейшая руда, в мире нет такой руды По запасам вторые в мире Поэтому сам Бог велел, конечно же, воспользоваться этим Хромовой руды нам хватит как минимум и нашим правнукам лет на сто Поэтому развитие казхрома — это лет на сто, я говорю о будущем Донской горно-обогатительный комбинат «ДГОК» разведывает и перерабатывает руду уже 80 лет Почти 8 тысяч человек на предприятии добывают в среднем 4,4 миллиона тонн руды в год Такие объемы добычи хромовой руды и последующей ее переработки Выводят Казахстан в тройку крупнейших производителей ферросплавов в мире Донской ГОК, как известно, история начиная с 1938 года И, конечно, запасы и качество руды поразили даже тогдашних видавших виды геологов На территории Актюбинской области располагаются залежи самой богатой руды в мире по содержанию хрома Таким образом, Казахстан занимает первое место в мире по качеству хромовых руд и второе место по объемам Та технология, которая в то время внедрялась, она позволила уже в годы войны выдать металл, который, конечно, пошел на оборонную промышленность Советского Союза Когда смотришь на фотографии людей, которые начинали на Носком ГОКе, их уже нет Их и внуки там работают уже на предприятии Это говорит о том, что есть вот та база, которая позволит Казахрому очень долго и платформно трудиться В 70-е годы наступила эра подземных работ Залежи руды все труднее было доставать с поверхности И сегодня на ДГОКе работают две шахты Молодежная и 10 лет независимости Казахстана Под землей на шахте Молодежная словно раскинулся огромный город Длина всех горизонтальных горных выработок на шахте составляет 150 километров Шахта Молодежная является самой крупной в мире по добыче хромовой руды Хром здесь добывают системой самообрушения со скреперной доставкой к месту отгрузки в вагоны Каждая вагонетка вмещает до 10 тонн руды Составы доставляют руду в опрокид Далее руда дробится и выдается на гора Эстафету добычи принимает на себя шахта 10 лет независимости Казахстана Это одна из самых молодых и интенсивно развивающихся хромитовых шахт в мире Уже заканчивается строительство вертикальных стволов второй очереди шахты Путь к руде прокладывают представители одной из самых героических профессий Проходчики Сильно сложные геологические условия Что на горизонте, что на стволах Очень тяжело руда дается Не так дает просто взять Надо хотеть работать Хотеть любить профессию Тогда будет все получаться Уже готов ствол вентиляционный Глубиной в 1250 метров Это один из самых глубоких стволов в Казахстане Также будут пройдены новые стволы Скиповой, воздухоподающей Глубина которых должна достичь полутора километров Эти стволы относятся ко второй очереди строительства второй шахты Донского ГОКа 10 лет независимости Казахстана Первые спуски, первые дурения Все, конечно, помнишь Как на ладони все же Такое не забывается Ну, сразу немножко даже страшновато было Те, кто работают под землей Особенные люди Бесстрашные, сильные и выносливые Их труд по добыче руды Основа современной цивилизации Комфортной, безопасной, созидательной У меня три сына Все работают на шахте Два из них в бригаде у меня здесь Так что в будущем можно еще один ствол пройти До птенции пока еще до птенции не ушел Неотъемлемая часть производства Это бережное отношение к недрам В составе ДГОКа работает дробильно-обогатительная фабрика номер один Фабрика обогащения и окомкования руды Внедрение современных процессов обогащения Решает главную задачу горняков Повышает извлечение хрома Бедную руду подвергают предварительному дроблению Для более полного раскрытия минералов Полезное содержимое извлекается гравитационным методом обогащения Для получения хромовых концентратов Ключевым звеном в этом комплексном проекте Стал цех по производству обожженных окатышей Впервые в мире методом спекания Было окусковано высокомагнезиальное хромовое сырье Рациональное использование ресурсов Снижает себестоимость производства И, что особенно важно, положительно влияет на экологию Фабрика считается одной из крупнейших в мире По переработке хромовой руды Она производит не только концентраты Но она производит и окатыш Окатыш хромовый Это достаточно уникальная технология Которому сегодня уже работы Полный рост И перспективы, наверное, в этом направлении Рудоуправление Казмарганец Одно из крупнейших в Казахстане Предприятий по добыче и переработке Марганцевого рудного сырья Уникальное месторождение До сих пор уникальное Потому что там нету скалы Там нету взрыва Удешевляет способ извлечения Казмарганец Он возник как управление горно-геологических работ Цех АКСУ АКСУ АКСУского завода феросплавов Молодое предприятие За 13 лет сплотило коллектив профессионалов Что позволяет добывать по проекту 650 тысяч тонн марганцевой руды И производить 140 тысяч тонн марганцевого концентрата Класса 40-150 мм в год В детстве у меня был ужасный почерк С тех пор все мне говорили Как ты стал геодезистом, маркшейдером У геодезистов и маркшейдеров почерк очень красивый Когда я приблизился к 40 годам Началась автоматизация Сейчас мне никто не говорит, что у меня почерк некрасивый Потому что все делается на компьютере Чертишь на компьютере, печатаешь на плотере Плановая автоматизация и модернизация Помогают удерживать мировое лидерство По качеству и минимальным издержкам При производстве и реализации товарной продукции В рудоуправлении Казмарганец Внедрены гравитационные комплексы По обогащению марганцевых руд Включая мелкие классы Такой проект позволил вовлечь в производство Бедные руды, которые ранее направлялись в отвалы Это один из решительных шагов компании К безотходному производству И для каждого филиала Казхрома Это одна из главных задач В принципе, Казахстан богат ресурсами Пока есть ресурсы богатые Сейчас спрос на металлы упал Но это не всегда будет Металлы все равно нужно человечеству Строительство зданий для техники, технологий всяких Богатые казахстанские руды Перерабатываются в Павлодарской области На Ксусском заводе ферросплавов Это один из самых молодых И при этом самых мощных ферросплавных заводов в СНГ Ежегодно он выпускает более миллиона тонн продукции Которая потом становится частью новых городов Новых машин Становится частью нашего будущего Более 6 тысяч человек разных профессий И за дня в день работают ради этой цели Создание нового мира Днем рождения нашего предприятия Считается дата 18 января 1968 года Этот тот день, когда 21-я печь Дала свой первый металл В каждой тонне металла В каждом килограмме металла Заложен труд всех Не только металлургов Заложен труд и экономистов И юристов, бухгалтеров Людей, которые перерабатывают металл То есть это большой, очень сложный организм Фиросплавщик Такую работу выбирают только крепкие телом и духом мужчины Температура жидкого фиросплава Составляет более полутора тысяч градусов Многотонный ковш с металлом Тут необходима особая точность и внимательность И, конечно же, надо просто любить профессию И видеть поистине завораживающую красоту льющегося металла Именно плавильщики обеспечивают бесперебойную работу печи И выпускают готовую продукцию Фиросплавы Ощущение возможности укращения Приручение раскаленного металла В большой степени определяет романтику огненной профессии Родственники семьи, конечно, гордятся Что работают на топом производстве Я думаю, каждый человек будет вначале относиться с опаской А потом, как привыкаешь, уже как по маслу все идет Если ленивый человек, он не будет На таком производстве работать не сможешь Я так считаю Сегодня завод имеет в своем составе Четыре основных плавильных цеха С 28 электропечами В самом крупном шестом цехе завода Работают четыре мощнейших агрегата Специализирующихся на выплавке высокоуглеродистого феррохрома Таких цехов буквально единицы во всем мире Сегодня уже начата реновация этого подразделения Которая позволит еще больше увеличить производительность основного и вспомогательного оборудования Другая инновация — это аглоцех Пыль с сухих газоочисток, ранее утилизируемая Сейчас она вовлекается в технологический процесс Тут используются как мелкие фракции хромовой руды Так и отходы брикетирования донского ГОКа Инновационность аглоцеха еще и в том, что главным энергоисточником для его работы Является ферросплавный газ, который раньше просто сжигался на свечах дожига Уникальный для СНГ технологический процесс Позволяет оперативно переводить печи под хром или марганец В зависимости от потребностей рынка Аглоцех стал решением важных экологических вопросов и задач по повышению эффективности производства После того, как металл разлит по ковшам, его доставляют дальше по цеху на разливочную машину с помощью мостовых кранов Пошла первый раз Я влюбилась просто в тот механизм, который вот этот большой агрегат может своей помощью заработать Может тяжелоподъемные грузы поднять И вот полный ковш, он 32 тонны И таких 3, 4, 5, 6 ковшей Вот и считайте, пожалуйста Так уж повелось в металлургии, что многотонными кранами чаще всего управляют женщины В день они успевают перенести десятки тонн ферросплавов В шумной и горячей кабине Гульзиэту Субекова обслуживает две печи Профессии в металлургической отрасли одни из самых сложных И вместе с тем одни из самых почетных Потому что здесь проверяются трудолюбие, выдержка и стойкость человека Обычно металлургия – это на всю жизнь Если я работаю на заводе, я думаю, в первую очередь эта работа должна быть Чтобы с любовью ты шел на работу Как бы маленькая песчинка Тоже свой вклад в нашу, как бы, в производство В экономику страны, можно сказать, чуть-чуть вклад мой есть Будем продолжать в том же духе Гордостью страны в Актюбинской области можно назвать Актюбинский завод ферросплавов Первое ферросплавное производство в Казахстане Предприятие было создано во время Второй мировой войны Завод работает в замкнутом производственном цикле От приема сырьевых материалов до отгрузки готовой продукции Это позволяет выпускать ежегодно в среднем 400 тысяч тонн ферросплавов Быть первыми это не привилегия Это большая работа, большая ответственность и планирование будущего На территории Актюбинского завода ферросплавов мы построили практически новый завод Новый завод состоит из 4 печей по 72 мегаватта Если сравнивать со старым заводом, там работают печи на переменном напряжении Здесь печи постоянного тока Новый ферросплавный завод – это инновационный, принципиально новый подход к производственному процессу Тут высокий уровень механизации и автоматизации Применение ручного труда сведено к минимуму В большей степени решены вопросы охраны окружающей среды Охраны труда и промышленной безопасности В этот проект вложено более 843 миллионов долларов Он является одним из наиболее значимых и перспективных в инвестиционной программе Евразийской группы Значимым по инвестициям и по интеллектуальным вложениям По производственной мощности и особенности технологии В мировой практике производства ферросплавов пока нет подобных новому заводу Касхрома Инновационные технологии разливки металла без применения ковшей и грузоподъемных механизмов Помогают снизить затраты производства и сделать работу более безопасной Расплавленный металл в жидком виде выпускается из печи в заранее подготовленную форму – постель После чего остывшие слитки металла отправляют на дробление, фракционирование И далее на упаковку, погрузку в контейнеры, железнодорожные вагоны и на отгрузку потребителю Жизнь человека, она дороже всего, и поэтому есть одна цель у нас, у коллектива Работать без травматизма, без несчастных случаев Новый завод или цех номер 4, как его называют актюбинцы, в основном сформирован из молодых инженеров Специалистов и выпускников профильных учебных заведений Это лучшие сотрудники компании, которые участвовали в его создании еще с этапа проектирования и строительства Казхром – социально ответственная компания Ежегодно в рамках действующего коллективного договора выделяются большие средства на реализацию социальных проектов Работники гарантированно получают бесплатное медицинское обслуживание Льготное кредитование на приобретение жилья Обучение за счет компании работников и их детей Беспроцентные ссуды на лечение и на обучение Льготные путевки в санатории и базы отдыха Детские оздоровительные лагеря Выплаты к юбилейным датам и многое другое Все эти социальные гарантии закреплены в одном из лучших по отрасли коллективных договоров Что все-таки та стабильность, которая у нас в стране на сегодняшний день есть Если в коллективе нормально, коллектив обеспечен работой Если человек знает, что он может заработать и обучать своих детей, он уже спокойный Казхром сегодня – это уникальная компания Один из флагманов казахстанской промышленности Производство с богатой историей и современными технологиями Развивается каждый день благодаря сплоченному профессиональному коллективу Каждый сотрудник предприятия вносит свой вклад в общее дело развития отечественной индустрии А Казхром дорожит своими работниками и обеспечивает им достойные условия труда и отдыха Отличный пример общей социальной ответственности, без которой невозможно построить новую казахстанскую экономику Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok